Добрый день, друзья! Давно уже не выходило видео для подготовки проверки знаний по охране труда. Вот сегодня я решил восполнить и этот момент. Немножко обновленная программа. Пройдемся вместе по вопросам, разберем их и заодно подготовимся к предстоящей проверке. Как известно, охрана труда проверку должны проходить все. Если не пройти ее после повторной, то вас отстранят от работы и признают, что вы не соответствуете занимаемой должности. Итак, начнем подготовку. Программу я разрабатываю сам. Уже есть много версий. Используют ее в различных организациях и численностью даже больше 2000 человек. Кому интересно, пишите. Ее можно адаптировать. Она простая, ставится на любой компьютер, не требует особых требований к железу компьютерному. Простая и удобная, очень удобная программа. Давайте пройдемся. Первый вопрос, который нам сгенерировала программа. Действия персонала при поражении работника электрическим током. И предлагаемые вопросы. Вызвать врача, оценить состояние потерпевшего и начать оказывать первую помощь до приезда врача. Либо вызвать врача и ожидать его приезда. Ну, конечно, выбираем вопрос номер один. Вызвать врача и начать оказывать первую помощь. Принять ответ. О времени и проведении проверки знаний по охране труда работники уведомляются не позднее, чем за 30 дней, за 10 дней, за 5 дней, за 15 дней. Вот интересно, за сколько вас уведомляют? Надеюсь, не так, что прибежали, говорят, завтра ты проходишь проверку. Нет, вас должны уведомить за 15 дней. Выбираем принять ответ. Следующий вопрос. При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, с работниками должен быть проведен инструктаж по охране труда. И перечисляется вводный, целевой, первичный. Что такое не связанные с прямыми обязанностями? Ну, например, окно побыть во время субботника. Какой инструктаж проводится? Целевой инструктаж. Провели и пошли делать дело. Но этого ни в коем случае. Проверка знаний по вопросам охраны труда проводится путем устного опроса, путем устного опроса или с применением компьютерной техники. Ну, я думаю, что все уже и устно проходили, и с помощью компьютерной техники. Понятно, что никто не нарушает, потому путем устного опроса или с применением компьютерной техники. Следующий вопрос. Разрешается ли проводить ремонт в виде дисплеевых терминалов и персональных электронно-вышлительных машин непосредственно в рабочих помещениях? Запрещается один вариант, разрешается второй. Не знаю, если где-то ремонтируют, требуйте, чтобы не ремонтировали. В рабочих помещениях нельзя производить ремонт. Запрещается. Разрешается ли приступать к работе при обнаружении неисправности оборудования? То есть, увидели вы, что шнур там, оголен или еще что-то, конечно, к работе приступать запрещается. Допускается ли к работе работник, не прошедший установленный срок медицинский осмотр? Варианты. Допускается. С разрешения начальника смены не допускается. Думаю, все понимают, что до работы нужно пройти медосмотр. То есть, не допускается. Площадь одного рабочего места для подлива телевидения дисплейных мониторов, терминалов и персональных электронно-вышлительных машин на базе плоских дискретных экранов. То есть, это вот жидкокристаллические, например, должна составлять не менее 4,5-5-6 метров. Выбираем 4,5 и запоминаем. Это правильно. Допускается ли к выполнению работ на виде дисплейных персоналах и персональных компьютеров женщины со времени установления беременности? Не допускаются. Допускаются до 3 часов за рабочую смену. Выбираем данный ответ. Дальше. При изменении факторов, влияющих на безопасность труда и изменение технологического процесса, замене оборудования с работающими, должен быть проведен инструктаж по охране труда. Перечисляется внеплановый, повторный, целевой. То есть, изменился технологический процесс. До изменения с работниками должен быть проведен внеплановый инструктаж. Смотрим за временем. На выполнение ответов у нас осталось 2 минуты 32 секунды. Это тоже важно. Нужно ответить правильно не только на 15 вопросов, но и уложиться во время. Можно пропускать при необходимости вопросы. И потом вернуться к ним снова. К работе с видеодисплейными терминалами, персональными электронно-выслительными машинами допускаются работники. Грубой по электробезопасности, они же первые, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж по охране труда. Либо все перечисленные факторы. Мы видим, что все факторы, которые здесь перечислены, они требуются, чтобы работника допустить к работе с видеодисплейными терминалами и ПВМ. Выбираем. Идем дальше. 12 вопрос. Расстояние между экраном монитора и работником должно составлять не менее. 500 миллиметров, 600 миллиметров, 700 миллиметров. Не менее. 500 миллиметров. Принять ответ. Поверхность пола в помещениях должна быть ровной, удобной для очистки и уборки. Все перечисленные пункты обладать антистатическими свойствами без выбоина. Все, что здесь перечислено, все действительно важно для того, чтобы безопасность работника была соблюдена. Принимаем. 14. Выберите правильное значение высоты рабочей поверхности стола при работе с видеодисплейными терминалами и персональными электронно-вычислительными машинами. 650, 750, 850, 750 миллиметров. 15. Плакаты и знаки безопасности делятся на предупреждающие, запрещающие, предписывающие, указательные. Предписывающие, указательные, предупреждающие и запрещающие. Правильный ответ, конечно, 4 группы всегда знаков. Выбираем. Принять ответ. Смотрим. Все. Мы прекрасно прошли зачет. 15 ответов из 15. При этом можно посмотреть отчет, где видно, когда мы проходили проверку, во сколько, сколько времени заняли ответы на вопросы, 9 минут 25 секунд. Мы уложились, у нас 10 минут на ответы. Нам было задано 15 вопросов из 15 запланированных. Было дано 15 ответов. В результате зачет. То есть, мы прошли проверку по вопросам охраны труда. Вот такая вот программка. Есть их несколько разновидностей. Для разных организаций я делаю. Можно для вашей такую сделать. Адаптировать под виды деятельности, под виды работ. По результатам можно сохранить все эти результаты. Файл, если придет какая-то проверка, быстро показать. Либо распечатать. Подключен принтер. Очень удобно, функционально, все просто. Самое главное, что сокращает время проверки знаний работникам. Объективная оценка повышается. Комиссия же большая всегда. Это люди от своих непосредственных обязанностей освобождаются, вынуждены заседать в комиссии. Это время сокращается. То есть, все производственные факторы играют на сторону удобства и функциональности. Вот такая программа. Кому интересно, пишите. Есть мой e-mail, либо в комментариях. Если у кого-то появились какие-то вопросы, всегда буду рад ответить на них. Вот. В этом, наверное, все. Спасибо, что остаетесь на канале. Смотрите видео, пишите комментарии. Это очень важно всегда и интересно. Вот. Попробую сохранить. Вот. Автоматически сгенерировалось. Куда? Мы можем условно ввести фамилию, имя, отчество. Скажем, Иванова. И сохранить. Все. На этом проверка закончена. Спасибо, что уделили время просмотру видео. Всего вам хорошего. Будьте здоровы. И счастливы. До свидания.